Добрый день многоуважаемые дамы и господа коллеги сегодня у нас 20 сентября 2018 года сегодня вашему вниманию будет представлен большой презентационный материал посвященный новшествам которые реализованы версии star c7 плюс 1304 целью данного презентационного материала является ваше знакомство с теми обновлениями которые потенциально могут быть вам полезны в вашей работе докладчиками данной презентации будут руководитель инженерного отдела андрей кудрявцев научный сотрудник инженерного отдела константин чулепов и научный сотрудник службы поддержки павел борисейка первым будет докладываться павел борисейка и так первый раздел у нас будет посвящен производительности и первый слайд посвящен обновлению операционных систем данный раздел презентации посвящен основным изменениям в производительности комплекса star c7 плюс 1304 на данном слайде вы можете видеть перечень операционных систем которые рекомендованы к использованию и те операционные системы которые более не будут поддерживаться в рамках работы star c7 плюс 1304 и последующих версиях стара как вы видите для сим-центра star c7 1304 сертифицирован open с юзи на платформе версии 42.3 версия centos 71 удалена и более не поддерживается также для star c7 плюс 1304 планируется отказаться от версии операционных систем windows 10 и windows 8 1 нужно помнить что операционные системы linux чаще используются именно для кластерных систем а операционные системы windows используются для настольных компьютеров удаленного доступа к более мощным численным платформам также хотелось бы отметить по данному слайду что кластеры типа windows hpc используются менее двумя процентами наших клиентов и не рекомендуется к использованию а также из-за их низкой производительности следующий слайд у нас будет посвящен обновленным обновленному интерфейс передачи сообщения mpi для star c7 плюс версии 13 13 4 был сертифицирован обновленный протокол интерфейса передачи сообщений mpi 2018 года u1 чтобы обеспечить более стабильную четкую работу star c7 плюс а также контролировать правильность результатов и повышение производительности комплекса при переходе на новые версии star c7 плюс а отмечаю что не поддерживается microsoft ms mpi 7 открытый протоколы mpi 185 и 20 также более не поддерживается так как может привести к неправильным результатам мы рекомендуем использовать платформу mpi на рабочих станциях и кластерных системах поскольку она хорошо работает надежно используется большинством пользователей также на нашей на нашем слайде вы можете увидеть что приоритетным первым местом занимает платформы ibm платформы ibm в следующем у нас идет платформы с ядрами intel и другие поддерживаемые профили это microsoft open крей и с джи следующий слайд называется и посвящен новой интеграции это расстояние до стенки это новый алгоритм работы улучшена производительность расчетов связанных с движением твердого тела или rigid body motion производительность была увеличена на 30 процентов в 1 и 3 раза как вы видите это на слайде значит путем внедрения данного нового метода расчета расстояния до стенки существенно увеличена производительность и скорость расчетов этого класса метод данный имплисит 3 пришел на замену методу к д 3 как базовый метод расчета расстояния до стенки если вы посмотрите на диаграмму справа то мы видим что по оси y отображается на среднее время итерации а по оси x это количество ядер при ста двадцати восьми ядрах мы видим существенное увеличение скорости расчета мы видим что метод имплисит 3 быстрее чем к д 3 на примере внешней аэродинамики вот данного автомобиля размерность счетные расчетной задачи 63 миллиона ячеек раз следующий слайд следующий слайд посвящен дизайн менеджеру проектов первая особенность о которой мы поговорим одна из лучших функциональностей где в дизайн менеджеры для версии star c7 plus 1304 называется источником реакции всегда когда мы говорим об оптимизации мы говорим о десятках или даже сотнях симуляций которые могут нам дать ценную информацию об объекте моделирования основываясь на предыдущих результатах моделирования мы можем добавлять в новые созданные задания оптимизации обновленную информацию благодаря этому возможно получить более эффективную оптимизацию результаты соответственно мы получаем лучшее управление своей оптимизации экономим временное исследование результатов давайте посмотрим на быструю демонстрацию справа на слайде чтобы проиллюстрировать как работает эта функция вы можете управлять вручную своей оптимизации с помощью дополнительных параметров доступен также импорт ваших данных из внешних csv файлов или вручную заполнение таблицы вы можете легко настроить таблицу и данные которые хотите использовать вы можете также выбрать использовать или не использовать существующие параметры для ваших вариантов оптимизации параметры значения которые были отключены отображаются в таблице для ясности и сохраняются в памяти если вы вдруг захотите повторно использовать их в будущем у вас также есть возможность полностью удалить одну или несколько строк и изменить значение параметров строки непосредственно в столбце если импортированные данные не соответствуют настройке вашей оптимизации например если импортированные параметры не соответствуют выбранному диапазону связанная ячейка в таблице будет выделена красным контуром чтобы помочь вам отслеживать любую несогласованность и избегать неудачных конструкций из-за проблем с параметрами вне диапазона эта функция будет очень полезна для использования любых дополнительных входных данных которую вы могли бы использовать эти данные могут быть экспериментами ранее вами проведенными или результаты других оптимизаций из дизайн менеджера оптимейта или оптимейт плюс следующий слайд посвящен следующий слайд посвящен автоматическому копированию выходных файлов в папку проекта дизайн менеджера эта функция автоматически позволит вам сохранить любой вспомогательный выходной файл созданный во время моделирования как мы видим на слайде справа все возможные расширения которые вас могут заинтересовать это файлы csv содержащие дополнительные результаты трк файлы для лагранжевых симуляций все это теперь можно сохранить в дизайн менеджере следующий раздел будет нами изучен это геометрия геометрии и сеточное построение обратите внимание на этот слайд одна из проблем с которой чаще всего сталкивается любой инженер расчетчик заключается в том чтобы иметь четкое представление о различии между любыми двумя версиями деталей особенно когда эти отличия слишком малы для визуального обнаружения в этой части пользователи теперь могут использовать визуализацию отличий как показано на слайде справа все пользователи могут использовать эту возможность для любого представления поверхности следующий слайд посвящен также геометрии в некоторых случаях пользователям необходимо размножить детали по шаблону для этих целей был введен новый функционал вызываемый из контекстного меню правой кнопки мыши удобство этой функции в том что она доступна на уровне операций работы с сеткой эта функция также позволяет использовать как линейные так и круговые шаблоны в которых пользователи могут изменять и пересчитывать размеры чтобы обеспечить гибкость искомой модели если вы взглянете на рисунок то вы увидите что лопатки одной из деталей предыдущей созданной можно увеличивать количество лопаток это очень удобно следующий слайд посвящен очень важной операции операции сшивания операция сшивания теперь будет более точной будет поддерживать базовое определение саппорт то бишь систему автоматизированного проектирования это позволяет пользователям использовать данные операции вниз по дереву проекта не нарушая основную концепцию создания искомой модели эта дополнительная функциональность посшивания различных объектов открывает возможность для более разнообразных рабочих процессов проектирования следующий раздел акустика данный слайд называется как возможность расчетов акустической волны и метода на лету Вильяма Хокинса модель акустической волны применяется для расчета распространения звука в ближнем поле в то время как модель Вильяма Хокинса используется для расчета шума в дальнем поле комбинирование этих двух моделей теперь позволит считать как в ближнем так и в дальних полях одновременно это очень эффективный подход типичными примерами использования этого связанного подхода могут быть например распространение звука от боковых зеркал автомобиля или для замера шума систем кондиционирования или вентиляции следующий раздел это раздел тепломассопереноса данный слайд посвящен расчету матрицы видимости в задачах с учетом радиационного теплообмена эффективность это собственно одно из основных соображений при создании промышленных тепловых конструкций излучение очень важно для прогнозирования точных термических эффектов а вот наш новый подход значительно улучшил эффективность распространения излучения и повысилась скорость расчетов она возросла в два раза для промышленных задач в рамках этой общей структуры матрица видимости была реорганизована и изменена для использования компонентов для более широкого спектра излучения эта разработка особенно полезна будет во всех областях применения тепловых систем но также и в автомобильной отрасли газовых турбинах взгляните на слайд пожалуйста и вы увидите что мы сравнили производительность на примере автомобиля и мы получили серьезный прирост в 1,7 раза для расчетов матрицы видимости и полную скорость расчета излучения в 1,2 раза обратите внимание что порядок скорости расчета уменьшается с увеличением числа численных ядер в последующих версиях StarC7 Plus обязательно данная скорость расчета будет также увеличена следующий раздел это эллеровая модели эллерово многофазности рассмотрим слайд посвященный этой тематике данный слайд именуется как многоступенчатый метод данные задачи со свободной поверхностью проиллюстрированы на данном слайде был разработан новый решатель для задач со свободной поверхностью многоступенчатый метод благодаря этому методу мы наблюдаем значительное сокращение вычислительных затрат для многих задач этого класса удается возможным значительно увеличить временной шаг а в некоторых случаях даже на порядок или больше дополнение к этим усовершенствованиям было увеличено усовершенствование скорости этот новый решатель приводит к повышению точности обеспечивает при этом четкую свободную поверхность между двумя фазами это способность создавать точные решения на гораздо более широком диапазоне временных шагов также и существенно ускорит вашу работу в приведенном ниже примере показан резервуар с водой и воздухом время расчета для данной модели одинаковое составляет 60 секунд обратите внимание что при одношаговом подходе предыдущем подходе разработанном и применяемом в старсе 7 плюсе шаг по времени 5 на 10 минус 3 секунды в том же примере но с многоступенчатым подходом и шагом по времени 1 на 10 минус 2 секунды граница раздела фаз очень четкая следующий слайд посвящен этому же примеру основываясь на примере из предыдущего слайда для одношагового подхода как вы видите на этой таблице наибольшая временная метка которая может быть выполнена при сохранении четкого интерфейса равна 1 на 10 минус 3 секунды и этот расчет занял 9 и 6 часов машинного времени для расчетов всего лишь 60 секунд моделируемого для многошагового подхода может быть совершенно удачно запущен с шагом 10 минус 2 секунды и при этом расчет занял всего лишь 2 и 4 часа соответственно это ускорение в 4 раза и дает при этом одинаковые результаты для расчета этих 60 секунд при этом отмечаю ваше внимание что четкая граница для многошагового подхода остается четкой вплоть до 10 минус 2 шага по времени а наш устаревший подход уже на шаге по времени 5 на 10 минус 3 имеет выраженный диффузионный размытый профиль между нашими двумя фазами воздухом и водой следующий слайд посвящен жидким пленкам название в данном случае мы говорим об усовершенствовании модели жидких пленках новая модель была добавлена в качестве дополнительной подмодели для моделирования жидких пленок благодаря чему появилась возможность учитывать поверхностное натяжение жидкости эта новая модель учитывает влияние сил давления тогда как раньше учитывалось только касательное напряжение при условии этой модели можно решать задачи с разделением пленки из-за эффекта поверхностного натяжения на ручейки и капельки посмотрите внимательно на слайд с правой стороны изображение справа демонстрирует наклонную пластину с тонкой пленкой воды вода течет по пластине под действием силы тяжести а поверхностное натяжение учитывается и поэтому образуются струйки затем струйки затем данные струйки подвергаются поперечному потоку при скоростях 10 20 и 30 метров в секунду что очень хорошо проиллюстрировано на слайде следующий слайд посвящен модели центробежной силы для жидких пленок в модели жидких плёнок центробежной силы gon пардон в модели неких плёнок для жидких плёнок Что значительно улучшает точность прогнозирования распределения пленки на изогнутых поверхностях. На вогнутых изогнутых поверхностях центробежная сила должна вызывать растекание пленки и пленка становится тоньше. На выпуклых изогнутых поверхностях центробежная сила должна заставлять пленку собираться и становиться толще. В предыдущих версиях StarC7 Plus этот эффект не был учтен, поскольку центробежная сила не была включена в уравнение переноса пленки. Рады наконец-то вам анонсировать данное нововведение. Модель центробежной силы для пленок очень важна, где присутствует значительная кривизна. Одним из таких примеров может являться зеркало транспортного средства, которое обычно имеет закругленные края. Из-за правильного увеличения толщины пленки количество капель увеличивается, а сам процесс становится более правдоподобным. Не забывайте о том, что данная модель центробежной силы представлена в качестве дополнительной модели, поскольку она не нужна во всех задачах данного класса и типа. Следующий слайд – это переход тонких пленок в элеровую многофазность. Добавлена возможность к жидким фазам тонких пленок перехода в состояние элеровой многофазности. Это позволяет моделировать множество новых задач. Ранее было нецелесообразно и сложно решать задачи тонких пленок с элеровой фазой, так как требования к сеточной модели были запредельными. Теперь же добавлена возможность перехода в элеровую фазу как с поверхности, так и со срывающейся пленки с угла любой поверхности. Но есть и некоторые ограничения, а именно это использование интерфейсов больших масштабов, и на данном этапе пока что S-Gamma и Amuzik не поддерживаются. Примеры задач деактуальной использования этой новой функциональности включают в себе моделирование потока хладагента в установках испарителя. Также охлаждение топливных стержней в ядерных реакторах или в трубах нефтепровода. В примере справа на слайде текучая пленка движется вдоль поверхности заданной толщиной пленки. Срыв пленки происходит на кромке данной модели, что прекрасно проиллюстрировано. Часть жидкости продолжит свое движение вниз по наклонной, а часть преобразуется в элеровую фазу. Большое спасибо за ваше внимание. Сейчас я передам слово Константину Щулепову, чтобы он продолжил презентацию. Добрый день, меня зовут Константин Щулепов. И первое, о чем я вам расскажу, это изменения в пакете Starice. В StarC7 Plus продолжается развитие модуля Starice, предназначенного для моделирования процессов в двигателях внутреннего сгорания. В версии 13.04 добавлен целый набор новых опций для моделирования впрыска, испарения и перемешивания топлива. Основной упор делается на возможность быстро и эффективно поставить задачу. Простота интерфейса позволяет получить задачу в полной постановке в пределах нескольких минут. Такие возможности обеспечиваются за счет простого функционала выбора типа инжектируемого топлива, его рабочей температуры и распределения параметров инжектируемых частиц. При задании инжектора с несколькими форсунками конусы инжектирования отображаются на сцене, что позволяет легко убедиться в правильности его ориентации и позиционирования. Например, задача по моделированию процесса наполнения цилиндра топливом позволяет решить задачу оптимизации формы поршня и камеры сгорания с учетом различных сценариев инжектирования. Еще одна новая фича стараясь в релизе 1304 – это автоматическое создание графиков параметра работы двигателя, который позволяет убедиться, что комплексные параметры нестационарной модели заданы корректно на протяжении всего времени расчета. Также эти графики позволяют быстро и наглядно оценить ход процесса расчета. Это актуально для большинства пользователей, переходящих с StarCD на StarCCM+. К таким графикам относятся графики давления, температур и массового расхода на входе-выходе, а также кривые движения клапанов и поршня, плюс размер шага по времени. Например, они могут быть полезны для оценки влияния изменения шага по времени при открытии и закрытии клапанов на результаты расчетов. Раздел CAD клиентов В этом релизе был обновлен StarNX CAD клиент для поддержки версии NX12. Мы также обновили StarCREO для поддержки упрощенных CREO-репрезентаций в фоновом режиме. Упрощенная презентация в CREO помогает обрабатывать ресурсоемкие комплексные модели. В таком представлении часть компонентов модели помечается как неважные. Они не используются и не импортируются в StarCREO-7+. Теперь такие действия стало возможным выполнять и в фоновом режиме. По поводу опыта пользователей. Дополнение, о котором я расскажу, получило мощную поддержку на портале IdeoStorm. Речь идет о возможности добавления комментариев к отдельным ветвям дерева симуляции. То есть теперь вы можете добавить информацию непосредственно в тех местах, где вы задаете настройки, на которые необходимо обратить внимание. Обычно нам, как пользователям, приходилось ввести отдельные файлы с записями и комментариями. Теперь же все пометки сохраняются вместе с симуляциями и логами. Преимущество такого подхода – это экономия времени за счет сохранения комментариев в контексте симуляции. Плюс удобство совместной работы над симуляциями. Также предоставляется возможность в заметках сохранить комментарии с изменением постановки задачи и влияние этих изменений на результат. В версии 13.04 вы можете выбрать ветку дерева модели, и рядом с ней появится значок, кликнув на который, вы можете добавить комментарий. Причем комментарии можно добавлять как к самим параметрам, так и к веткам, которые настроек не имеют. Наглядный пример – это комментарии к пользовательским функциям, описывающие, как и зачем вы эти функции создали, и где они используются. Или, например, пометить импортированные части геометрии и отношения между производными от них частями, и так далее. Комментарии можно добавлять на любом языке. Улучшение в 3D CAD Для сложной геометрии часто становится проблемой выбрать часть, которая лежит под другими частями. Новая возможность позволяет легко выбрать близко расположенные объекты. Теперь пользователь может просто кликнуть правой кнопкой мыши на любом объекте и выбрать в контекстном меню нужные объекты списка. Данная опция будет полезна для тех, кто много работает с 2D и 3D эскизами. Опция связывания поверхности часто используется для заполнения щелей и отверстий при обработке геометрии. Исторически она была крайне чувствительна к количеству граней на связываемых поверхностях. В версии 13.04 пользователь может смело выбирать связываемые кривые без оглядки на сложность их формы. Данное улучшение должно повысить качество создаваемых поверхностей при исправлении геометрии. Теперь у нас появилась возможность экспорта трехмерных визуализационных сцен из 3D CAD StarView или сцену для очков виртуальной реальности. Причем формат последний поддерживается и сторонними приложениями для визуализации. Данная опция доступна в контекстном меню при клике правой кнопкой на сцену. Это может быть полезно для обмена информацией, так как сцена занимает гораздо меньший объем, чем вся модель. Возможности работы с геометрией сторонних пакетов. В 13.04 обновлены поддерживаемых версий форматов графических пакетов. В таблице вы можете видеть различные пакеты и последние поддерживаемые версии геометрии для них. Очевидно, что это будет полезно для всех расчетчиков, активно обменивающихся геометрией с конструкторами. Следующий раздел на вовведение в моделях лагранжевых и дискретных частиц. В частности, новая модель сглаживания пленок повышает стабильность и точность расчетов при моделировании образования пленок за счет капель жидкости. Эта опция позволяет использовать объединение мелких ячеек сетки в кластеры и проводить расчет на таких кластерах в случае значительного превышения размера лагранжевых частиц над размерами базовой сетки. Например, на левой части изображения вы видите обычную постановку задачи, а справа ячейки поверхности пленки объединены в более крупные кластеры. В последнем случае масса падающей на зеркало частицы дождя будет рассредоточена по кластеру, а не по одной ячейке. Таким образом, для ряда приложений пользователь может избежать ограничений, которые задачи с жидкими пленками накладывают на размер ячеек сетки. Пример на слайде, опять же, демонстрирует улучшение стабильности расчета и сходимость задачи, если вы обратите внимание на график невязок. Чаще всего такие условия возникают тогда, когда задачи аэродинамики требуют сетки с мелким размером ячейки, а падающие на поверхность капли жидкости толщина пленки достаточно большие для корректной работы лагранжевой модели. Еще одно улучшение – это модель привязки дискретных частиц к стенке. Новая возможность, повышающая стабильность, точность и простоту моделирования в приложениях, требующих наличия постоянной связи между частицей и движущейся или стационарной стенкой. Модель доступна для частиц любой формы. Когда она активирована, частица остается прикрепленной к стенке на протяжении всего расчета. Например, для моделирования стрижки травы или уборки сельскохозяйственных культур частицы травы остаются привязанными к поверхности. Другой пример – моделирование движения гусеничного транспорта по грунту. Здесь вы можете видеть, что частицы, прикрепленные к поверхности, имеют скорость, соответствующие тенгенциальным скоростям на соответствующих стенках. Следующий раздел – потоки с химическими реакциями и горение в частности. В очередной раз расширены возможности по моделированию образования сажи в газовых турбинах, печах и горелках. Модель метода моментов для сажи теперь доступна со всеми моделями горения, основанными на принципе тонкого фронта пламени. В частности, в версии 13.04 метод моментов доступен для нашей самой качественной модели FGM. Графики справа демонстрируют пример решения валидационной задачи сажи образования с моделью метода моментов и FGM. Модель метода моментов основывается на компонентах, вызывающих образование сажи. Как правило, это ацетилен. В версии 13.04 к таким компонентам добавлен PRN, что позволяет улучшить адекватность и точность результатов. Данные модели позволяют качественно описывать профили сажи образования, а интегральные величины возможно калибровать при помощи коэффициента стерика. В ряде случаев у пользователя возникает задача автоматизировать задания химических реакций ввиду большого объема настроек. С версии 13.04 для большинства настроек стало возможным задавать выражения и пользовательские функции. Например, свойства дискретизации таблицы горения можно задавать как параметр. Важный момент. В связи с использованием параметров открывается возможность использования менеджера дизайнов для калибровки самой модели горения, которые теперь могут быть заданы пользователям. Типичное применение такого функционала – это автоматизация рабочего процесса по настройке соответствующих моделей. У меня все. Я передаю слово Андрею Кудрявцеву. Здравствуйте. Я Андрей Кудрявцев. И оставшуюся часть презентации буду вести я. Разработчики StarC7 Plus не обошли вниманием такую возможность, как моделирование подвижных сеток, деформации сеток и модель наложенных сеток, которую мы привыкли называть Overset Mesh. В этой части также внесены полезные улучшения. Теперь можно легко и быстро задать траекторию движения любой детали или объекта. Делается это путем импорта таблиц, координат точек со скоростями или временем. Например, можно задать, как на иллюстрации, траекторию движения краскопульта при покраске детали. Областей применения этой возможности очень много. Во многих задачах необходимо моделировать объект, перемещающийся по плоской поверхности. Исторически пользователи должны были писать скрипт или использовать какую-то пользовательскую функцию. Теперь это делается быстро и легко с помощью задания ограничивающей плоскости. И любое тело может находиться на этой плоскости, скользить с трением или без трения, затем падать с границ плоскости, как показано на рисунке. Если другие силы поднимут тело с плоскости, оно также поднимется. Это особенно полезно при моделировании спуску на воду шлюпки или корабля, а также множестве других применений. Также пользователи теперь могут задавать перемещение по касательной относительно некой ведущей поверхности. Эта опция была специально добавлена для моделирования стеклоочистителей вдоль выпуклой и неплоской поверхности лобового стекла. По вычислительной, по механике твердого тела. Концепция движения тела или перемещения широко используется в CFD расчетах в StarC7+. Теперь эта концепция была расширена и на механику твердого тела. Посмотрим на анимацию справа. Крыло птицы совершает сложные движения, заданные суперпозицией вращения и перемещения. При этом задачу можно решать и методом FSI, то есть взаимодействия твердого тела и потока. Деформации крыла вычисляются на основе ускорения при движении и нагрузок со стороны воздуха. На стороне воздуха используется комбинация наложенных сеток и морфера. Наложенные сетки используются для задания закона движения крыла, а деформации крыла реализуются через морфер. Визуализация перемещений происходит в системе координат, связанных с подвижным телом. Вычислительная реология Одним из основных направлений использования вычислительной реологии является экструзия. В этих задачах полимеры или другой материал экструдируют из матрицы или трафарета определенной формы. Обычно цель заключается в том, чтобы поперечное сечение экструдата по возможности было близко к трафарету или матрицу. В дальнейшем будем использовать слово матрица, поскольку именно экструдат является конечным продуктом и тем, что нас интересует. В действительности во многих случаях экструдированные формы деталей могут значительно отличаться от поперечного сечения матрицы и желаемой формы. Обычно это происходит из-за неравномерной скорости выхода через матрицу, что вызывает искажение формы экструдата. Поэтому необходимо выполнить коррекцию формы сечения матрицы, чтобы получить продукт с желаемой геометрией. При использовании традиционных подходов это может быть медленным и трудоемким процессом. Новый метод «Обратный дизайн матрицы» моделирует процесс в обратном направлении и устраняет необходимость в нескольких итерациях дизайна матрицы, что значительно сокращает время и усилия. Использование этого метода также приводит к улучшению совпадения форм экструдата с желаемой формой. Этот метод позволяет пользователям непосредственно предсказать геометрию матрицы, необходимую для получения желаемой формы экструдата в одном расчете. Это в сочетании с существующей возможностью напрямую предсказывать форму экструдата из заданной геометрии матрицы, обеспечивает обширный набор инструментов для решения задач экструзии. На картинке справа показан обратный процесс проектирования в действии. На заднем плане мы видим конец экструдированного участка, желаемую форму экструдата, в то время как на переднем плане вычисленная форма матрицы. Несколько версий назад в StarC7 Plus появилась версия автоматического шага по времени, но эта модель была доступна только для традиционных CFD расчетов. Теперь в возможность автоматического шага по времени добавлена и в задачах вычислительной реологии. Можно много говорить о преимуществах этой опции, но основной из них является освобождение инженера от необходимости постоянно контролировать шаг по времени, увеличивать его вручную или уменьшать. Интеграция Теперь можно организовывать совместные симуляции с моделью жидких пленок. Зачастую скорости движения газа со спреем и скорость течения пленки размасштабны. Поэтому было бы логично разбить задачу на две части. Задача А, в которой рассчитывается движение газа и спре, и задачу Б, в которой рассчитывается течение жидкой пленки. В предыдущих версиях кость эмуляции с жидкими пленками не поддерживались. Теперь этот недостаток устранен и задачу можно решать. Разделение задачи на две, одна решается с сравнительно маленьким шагом по времени, это движение газа по трубке. И вторая часть решается с шагом по времени на порядок или на два больше, которая описывает течение жидкости по стенке. Тестирование этой модели, тестирование этого подхода к решению задачи на примере моделирования выборочного каталитического нейтрализатора показало ускорение от 40 до 70 раз. Анализ данных. Так называемые кумулятивные графики. Это усовершенствование получило выраженную поддержку клиентов и было сделано 6 запросов в IDA-Storm. Возможность создавать кумулятивные графики без необходимости прибегать к более занудному рабочему процессу, включающему экспорт данных и дальнейшие шаги по последующей обработке, значительно облегчают жизнь. Простота этой функции заключается в способности накапливать и интегрировать значения по оси Y от 0 до некоторые координаты по X и отображать зависимость этого интеграла от координаты X на любой диаграмме. Эта функция работает с любыми графиками в существующем сим-файле, поэтому можно открыть старый сим-файл, посмотреть, проанализировать старые результаты. При настройке новых симуляций может потребоваться меньше отчетов и мониторов для получения необходимой информации. В частности, если все, что нам нужно, это накопленная сумма по какой-то серии данных, это вообще позволит избежать использования более сложной обработки результатов. Реализовано это путем добавления флажка в качестве экспертного свойства для серии данных, используемой на диаграмме, чтобы можно было переключиться между накопленными данными и просуммированными, то бишь кумулятивными значениями. Флажок показан на иллюстрации справа. А если продублировать серию данных, то можно одновременно отображать как накопленные, так и кумулятивные данные на одной диаграмме. На этой анимации показаны 4 цикла дыхания в условной бифуркации верхних дыхательных путей. Для моделирования вдыхаемого спрея используются две лагранжевые фазы со средним диаметром 5 и 10 микрон. В нижнем правом углу мы видим 4 ряда данных на графике временной истории, показывающие мгновенную массу частиц для каждой фазы, выходящую либо из выхода А или выхода Б. При этом мы можем легко создать и кумулятивный график, накопленный временной истории из тех же 4 рядов данных, просто установив свойства Accumulate Y-Willis для каждого из них. Кумулятивный график, показанный в верхнем правом углу, показывает общую массу частиц, прошедшую через выходы А и Б. Эта методика может быть легко применена к любому устройству для разделения частиц, таким как сепараторы, виртуально ударные устройства и даже пылесосы. Статистическая обработка мониторов Это усовершенствование также реализовано по запросу пользователей. Используя это усовершенствование, становится возможным более эффективно обрабатывать результаты расчета накопленных мониторами. Можно быстро вычислить средние значения, максимальные значения, минимальные или сумму значений, накопленных монитором. На наш взгляд, это может существенно сократить время на обработку результата и исключает необходимость использования внешних программных продуктов. Статистические отчеты введены как новый тип отчета. Они используют мониторы в качестве источника ввода данных, как показано на элементе пользовательского интерфейса справа. Статистические отчеты можно использовать применительно к данным, собранным в течение ряда итераций и временных шагов. Существует также дополнительный элемент управления, чтобы указать, сколько выборок используется для расчета статистики, какой интервал данных является репрезентативным и в какой момент следует начать сбор данных для статистического анализа. Также статистические отчеты полностью совместимы с результатами расчета, которые сохраняются в файл Solution History. Это файл с расширением SIMH. На этой анимации мы видим микромиксер с двумя входами. Фазы A и B вводятся синусоидально, но в противофазе, через два входа. Объемная доля фазы A изначально равна нулю во всем смесителе. На анимированной графике справа светло-красная линия соответствует мгновенному объему фазы A. В ходе моделирования мы видим, что объемные значения колеблются, поскольку фазы A и B продолжают вводиться в миксер. Триггер обновления показанной черной пунктирной линии устанавливается на удвоенный период входов скорости. Мы используем это, чтобы сбросить сбор данных статистического отчета для максимальной, минимальной и средней линии. Каждый раз, когда триггер равен нулю, сбор данных сбрасывается. Это объясняет ступеньку, которую мы видим на графиках для минимального и максимального отчетов. На этом все. Мы вкратце рассказали о, на наш взгляд, самых интересных усовершенствованиях и новых возможностях, новых моделях, которые появились в версии StarC7 Plus 13.04. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.